Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшов. О главных окруженных событиях к этому часу. В поисках браконьеров в Югре разыскивают охотников за шишками. Двойная прививка. Жители Сургута могут вакцинироваться против коронавируса и гриппа одновременно. Вода будет чистой. В Нефтьюганск доставили первые аэраторы для фильтровальной станции. Обо всем подробнее прямо сейчас. Прославленный оперный певец Эльдар Абдрозаков работает в Югре. Сегодня солист ведущих мировых оперных площадок провел хантамансийский интенсив для начинающих артистов со всей страны. Как ни странно, он посоветовал вокалистам больше зевать, а еще для развития голоса гулять по лесу. Посчастливилось попасть на мастер-класс к метру и моей коллеге Анне Ашуркевич. Оперные певцы должны быть полиглотами. Партии написаны на немецком, итальянском, конечно же, русском языках. Эдисону Агирре вдвойне сложнее. Мало того, что поет эквадорец на неродном немецком языке, так еще и учится вокалу на русском. Но со сцены на мастер-классе молодого человека не отпустили, пока он не исполнил партию на родном испанском. Ацент сложный и произношение. И иногда, вот даже они, Ильдар, он сказал, я пою больше, пою лучше на испанском, потому что это удобно. Всегда я говорю на испанском. Поэтому, да, сложно опять на русском, надо заниматься больше, больше. Ведущий мастер-класса Ильдар Абдразаков посоветовал Эдисону Агирре качественнее открывать звуки. А вот Екатерине Шпильман был дан совет экстравагантнее, побольше зевать. Екатерина Шпильман уже подавала заявку на мастер-класс Ильдара Абдразакова. Но тогда не вышло. Сейчас уже, будучи солисткой молодежной программы «Геликон-оперы», Екатерина приехала в Ханты-Мансийск за ценным опытом от метро. Ей посвятили целый час. Впрочем, у каждого участника интенсива получилась индивидуальная работа с ведущим мировым басом. Вы знаете, я слышала вообще такое, чтобы сопрано не задиралось, ей лучше учиться у мужчины. Задиралось – это профессиональный термин. Ну, собственно, мне очень помогло. То есть я не копирую их голос, а просто пытаюсь понять технически. На мастер-класс помимо девяти счастливчиков, начинающих оперных певцов, пришли и профессиональные артисты. Вот, например, солисты Югры. А вот Екатерина Бурцева. Оперная певица выступает с концертным оркестром Югры. Все-таки нечасто удается посмотреть, как метры работают с голосом. А Ильдар Абдразаков – мировая величина в оперном искусстве. Он солировал в Ласкало, в Венецианской опере, Большом театре. В его копилке «Оскар» дала лирика, оперный «Оскар» и две премии Грэмми. Ты не знаешь, в какой момент тебя, ну вот прям, осенит. То есть какое конкретно слово, какого конкретно специалиста до тебя дойдет. Потому что ты все это понимать и понимаешь, как собачка, а сделать порой не можешь. И вот такие мастер-классы, они очень много дают пищи для размышления о том, что вообще из тебя свой аппарат представляет и как ты можешь с ним работать. Тот, кто сегодня либо выступал, вернее, проходил мастер-класс, тот, кто проходил мастер-класс в Владивостоке, и тот, кто заявился на мастер-класс в Красноярске, вот из этих трех мастер-классов я обязательно выберу, наверное, пару молодых ребят, которые в следующем году или на следующем фестивале выступят вместе со мной и с моими прекрасными коллегами на концертах. Среди девяти участников мастер-класса в Ханты-Мансийске оказался всего один из Югры. Матвей Пасхальский, продолжатель творческой династии, говорит, просто присутствие на интенсиве уже стало полезным. Некие советы я учел уже. Это неплохо, что меня передвинули более вниз, поэтому я больше могу услышать, более чего-то принять информацию и уже, так скажем, чуть-чуть подготовленным выйти на сцену. Логическим завершением семинара будет лекция от мэтра, точнее его концерт. Каждый из участников фестиваля лично сможет убедиться, как полезно правильно зевать и открывать звуки. В Ханты-Мансийске Ильдар Абдразаков с коллегами даст концерт. Акомпанировать басу будет оркестр Сургутской филармонии. Анна Шуркевич, Ильдар Муратов, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. В Югре обсуждают состояние межнациональных отношений. В рамках стратегической сессии югорчане вместе с экспертами из Всероссийского центра изучения общественного мнения, администрации президента России и Федерального агентства по делам национальности приступили к комплексному анализу ситуации в сфере этноконфессиональных отношений. На основании проведенных исследований участники мозгового штурма разработают проекты для решения выявленных проблем. Часть из них будет реализована уже в этом году, остальные в следующем. В частности, сегодня эксперты обсудили вопросы адаптации иностранных граждан и взаимодействия их с работодателями, а также сконцентрировали внимание на поиске новых подходов в подаче темы межнациональных отношений в медиапространстве. Это мероприятие в формате таком подобном мы проводим второй раз. В прошлом году мы выработали предложения, и вот как раз сегодня обсудим, насколько нам удалось их реализовать. Ну и, конечно же, хочется, чтобы у нас появились новые мероприятия, новые идеи, которые мы будем в муниципальных образованиях с вами реализовывать. На стратегической сессии представители представили лучшие практики по развитию межнационального сотрудничества, реализованные югорчанами в 2021 и 2022 годах. Так, представители Нефтьюганского района презентовали проект «Диалог регионов-амбассадоры культуры». На официальной странице местной администрации в соцсети ВКонтакте был запущен челлендж под хэштегом «Югра на Северном Кавказе». Жителям округа предложили размещать фото и видео из своих путешествий на территорию Северного Кавказа, рассказать о людях, которые они встретили, и продемонстрировать их гостеприимство и уникальные традиции. На сегодняшний день опубликовано больше 30 постов, которые набрали свыше 40 тысяч просмотров. Проект показал свою востребованность. У нас участвовали не только поселения Нефтьюганского района, но и нас поддержали муниципальное образование Югры. У нас есть такая идея в следующем году попробовать другую культуру запустить. И еще хотим очень мероприятие такое провести, лабораторию межнационального взаимодействия, и уже нашим общественникам, районам, предложить найти новое прочтение этого проекта. Губернатор Югры Наталья Комарова встретится с жителями Кандинского района. Онлайн-встреча начнется в пятницу, 16 сентября, в полдень. Развитие муниципального образования, реализация инфраструктурных и национальных проектов, исполнение поручений югорчан – все это в повестке мероприятия. На вопросы ответят представители местной администрации, а также сотрудники отраслевых ведомств. До встречи и после нее будет возможность задать вопросы на консультационных площадках к главе района Андрею Мухину, сотрудникам отраслевых ведомств правительства Югры, администрации района, а также оставить в комментариях к постам в соцсетях, которые анонсируют трансляцию. В прямом эфире встречи можно будет увидеть в аккаунтах главы региона и группе Югра ВКонтакте, а для жителей Междуреченского – в районном дворце культуры. В Саругутском районе ловят шишкарей. Сотрудники природнадзора и администрации муниципалитета ежедневно прочесывают леса в поисках браконьеров. Напомню, дикоросы можно собирать только с земли. Нередко в поисках наживы жители региона ломают деревья или с помощью так называемых колотушек повреждают ствол. Такие уловки позволяют собрать больше шишек, но вредят деревьям. При этом специалисты отмечают, что взять нарушителей с поличным практически невозможно. В Югре за два года сотрудники природнадзора составили всего пять протоколов об административном правонарушении. Физическим лицам грозит штраф до тысячи рублей, для юридических – до 20 тысяч соответственно. Кедр – это ценная порода хвойная, поэтому, конечно, это колоссальный ущерб, потому что повреждают ствол дерева, соответственно, усыхают. Сколько таких стволов повреждено, я думаю, что там масштабы приличные. И, соответственно, если все эти поврежденные деревья усохнут, так скажем, исчезнут, то это же будет минус в древостое леса. В Югре с начала года уменьшилось число безработных. Так, официально в реестрах центров занятости состоят без малого 3,5 тысячи человек. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказал исполняющий обязанности директора Департамента труда и занятости Роман Белкин. Кроме того, 1200 безработных начали профессиональное обучение. Больше трех сотен человек воспользовались мерами поддержки и решили открыть свой бизнес. Напомню, на эти цели по окружной программе можно получить до 220 тысяч рублей. Чаще всего начинающие предприниматели выбирают сферу красоты, услуги фотографа и ремонт одежды. Актуальная ситуация на рынке труда Югры, она остается прогнозируемой и стабильной. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, население автономного округа составляет 3450 человек. С даты предыдущего заседания штаба численность безработных снизилась на 83 человека. В Кагалыме перевыполнили план по созданию рабочих мест для людей с особенностями здоровья. В одном только оздоровительном центре «Жемчужина» оборудовано 15 специальных мест, на которых трудятся специалисты. Здесь работают экономист, инженер, программист и медсестра. Одной из вакансий занял инвалид-колясочник. Он выполняет свои обязанности из дома. Это стало возможно благодаря государственной программе содействия занятости населения. Работая по ней, центры по всей Югре помогают найти работу людям с инвалидностью, а работодателям – квалифицированных специалистов в их лице. Условия оборудования, рабочего места – все новое. То есть все нам покупается. Компьютеры по последним условиям техники. То есть обслуживание – все в хорошей форме, все хорошо сделано. Вообще рекорд, да, потому что, я думаю, что и по округу рекорд, потому что один работодатель создал 17 рабочих мест. И под каждое рабочее место он получает субсидию 100 тысяч рублей для оснащения оборудования рабочих мест. То есть это приобретение оргтехники, это удобные мебели для инвалидов, кресла, ну, я не знаю, освещение. Ну, там от, скажем так, от заболевания зависит. Благодаря чистому воздуху в следующем году в Югре запустят производство белковых компонентов. Это основа для детского питания новорожденных и полугодовалых малышей. Первый этап работы проекта позволит заместить 10% внутреннего рынка. А дальнейшее масштабирование и вовсе обеспечит 100% текущие потребности отечественных белковых компонентов. Продукция уже прошла всю необходимую сертификацию по международным стандартам. Губернатор Югре Наталья Комрова во время рабочей поездки в Екатеринбург провела встречу с учредителем компании «Победа-1» Николаем Бурачевским. Глава региона отметила, что идея по созданию белковых компонентов стала одним из масштабных инвестпроектов общегосударственного значения. У большинства заболевших коронавирусом в Югре наблюдаются признаки ОРВИ. Об этом сообщает региональный оперштаб. За минувшие сутки в округе зарегистрировали 468 новых случаев ковида. Заразившиеся есть в 16 муниципалитетах. Лидер антирейтинга Сургут. Здесь положительные результаты у 198 жителей. В Хантамансийске 80 заболевших. В Нижневартовске 55. В остальных городах и поселках по 17 и менее новых случаев. На момент постановки диагноза только у двух пациентов обнаружена пневмония. Коэффициент распространения инфекции на 0,08 ниже единицы. За сутки коронавирус победил 521 человек. Двойная вакцина. Жители Сургута могут одновременно привиться против гриппа и коронавируса. Такую процедуру одобрило Министерство здравоохранения. Специалисты отмечают ее безопасность. Двойную услугу уже оценили семь сотен жителей. Подробнее о том, как проходит вакцинация в сюжете, моих коллег. Все вакцины наши отечественные. Вакцина от гриппа – это вакцина Саби-грипп. Вакцина от коронавирусной инфекции – Ганковит-Вак. Поэтому, если вы согласны на вакцинацию, я вам должен заполнить добровольно-информированное согласие на вакцинацию. И после этого я вас осмотрю. И если все нормально, я вам дам допуск на вакцинацию. И процедурная министра вам поставит вакцину. Двойная вакцина в Сургуте прививают против гриппа и ковида одновременно. Инъекции вводятся в разные плечевые мышцы в один прием. По словам врачей, такая двойная вакцинация одобрена Министерством здравоохранения и является безопасной для пациента. Сами вакцинируемые отмечают – так даже удобнее. Важность приема к нам пояснили, потому что работаем с детьми. И важно, чтобы исключить какие-то дополнительные опасности, угрозы. Сейчас дома у меня двое маленьких детей, поэтому вопрос ставить, либо не ставить, не стоял, однозначно ставить нужно. Также считают и порядка 700 сургутян в день. Именно такое количество человек ежедневно посещают процедурные кабинеты городских поликлиник для вакцинации против коронавируса. Неплохой показатель, считают медики. С учетом того, что еще в августе количество желающих поставить прививку было в два раза меньше. Вакцина есть на сегодняшний день. К сожалению, не так активно идет вакцинация. Те, кто хотел, то есть активный авангард, так называемый, подростков и родителей, мы уже вакцинировали. Вакцина еще есть в городе Сургуте, но идет не так активно, как хотелось бы. Стоит отметить, что план по вакцинации взрослого населения в Сургуте против ковида был выполнен еще в прошлом году. И он составил 237 тысяч человек. Сейчас официально диагноз «коронавирусная инфекция» стоит у 2400 сургутян. Переносит его легче, чем в первую волну. Если тогда у больных часто диагностировали острую пневмонию, то сейчас ковид оседает в носоглотке, вызывая неопасные риниты и другие лорзаболевания. Он именно поражает верхние дыхательные пути. Поэтому он и достаточно быстро нашей иммунной системой элиминируется, то есть выводится, уничтожается. Поэтому мы наблюдали такую ситуацию, когда в течение двух-трех дней вирусоноситель уже перестает производить во внешнюю среду новый вирус. Поэтому иммунитет достаточно эффективный и быстро уже справляется с этой инфекцией. В данный момент в сургутском ковидном госпитале на лечении находится 58 человек. В основном это не тяжелые пациенты, а больные из зоны риска. Младенцы, беременные женщины и пенсионеры с хроническими заболеваниями. Все они помещены в стационар для круглосуточного наблюдения. В реанимацию в данный момент госпитализированы пять сургутян. Екатерина Нефедова, Владимир Гайнзе, телерадио компания «Югра», Сургут. Паленка чуть не стоила вартовчанину жизни. В столице Самотлора спасли человека с тяжелейшим отравлением суррогатным алкоголем. У мужчины в крови обнаружили крайне ядовитый спирт этиленгликоль. Это смертельно опасное вещество действует на центральную нервную систему и почки человека. Пациент поступил в больницу как раз таки с повреждением почек. Они практически перестали работать и выводить токсины. Кроме того, у больного обнаружили сердечно-сосудистую недостаточность. Анестезиологи-реаниматологи приняли решение вводить в мужчине этиловый спирт как конкурентный антидот. Вещество не давало этиленгликолю расщепляться на токсичные продукты. Параллельно с этим врачи проводили гемодиали с очистковым кровью, чтобы восстановить нормальную работу почек. Через три недели больной пришел в сознание и его выписали домой. Две аварии с участием мотоциклистов произошли в Югре в минувшие сутки. Так, в поселке Солым нефтьюганского района подросток на мопеде обгонял автомобиль, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с японским внедорожником. 14-летний водитель мопеда и его 19-летний пассажир получили травмы. Идентичный случай в поселке Уньюган Октябрьского района. Там 15-летний мотоциклист также устроил столкновение при обгоне. Подростка доставили в Нягоньскую окружную больницу. Отмечу, в обоих случаях мотоциклисты не имели водительских прав. Всего же за минувшие выходные в Югре зарегистрировано пять ДТП, в которых семеро человек получили травмы. Трое из них дети, восемь водителей, сели за руль пьяными. Четыре отказались от экспертизы. Трое управляли автомобилем нетрезвыми повторно. Выезд на встречку допустили 25 человек. Еще 49 нарушили правила перевозки детей. Югорчане выбирают лучшего народного участкового. За победу борются 20 специалистов территориальных отделов полиции. Голосование стартовало на сайте окружного ОМВД. Здесь можно ознакомиться с достижениями и результатами работы полицейских. И до 20 сентября сделать свой выбор. Лидеры пройдут во второй этап конкурса, где и станет известно имя лучшего участкового уполномоченного в Югре. Победитель будет защищать честь округа на федеральном этапе. Голосование пройдет с 1 по 10 ноября на официальном сайте МВД России. А теперь к новостям, которые югорчане обсуждают в интернете. Более трех тысяч югорчан получили медпомощь в полиполиклинике Николай Пирогов. Врачи побывали уже в 30 населенных пунктах Кандинского, Белоярского, Березовского и Ханты-Мансийского районов. Специалисты провели свыше 8 тысяч осмотров, а также выполнили почти 4 тысячи ультразвуковых и 18,5 тысяч лабораторных исследований. Сейчас медики работают в Сургутском районе, а в скором времени отправятся к жителям Октябрьского района. Югорчан приглашают поделиться идеями по озеленению общественной территории. В округе завершился региональный этап форума «Сильные идеи для нового времени», в рамках которого проект «Зеленая библиотека» получил поддержку. Так жители Югры смогут принять участие в создании экологического пространства вокруг себя – в библиотеках, кафе, офисах и других городских заведениях. Чтобы присоединиться к проекту, нужно заполнить анкету и предложить места для реализации «Зеленых зон» в своем муниципалитете. Сделать это можно на портале «Открытый регион Югра» до 30 сентября. Ханты-Мансийский театр «Кукол» покорил екатеринбургских зрителей. В столице Урала завершился 11-й международный фестиваль «Петрушка Великий», который ежегодно объединяет кукольников со всей страны. Так, спектакль «Снежная королева. История Герды» от Югорского театра взял диплом в основной номинации – лучший актерский ансамбль. Добавлю, что фестиваль проводится с 2002 года. В этот раз свои лучшие спектакли на сцене представили 14 театров из России, Казахстана и Турции. Эффективное производство с акцентом на сохранение и приумножение природных богатств Югры. Зеленые инвестиции РН «Юганскнефтегазы» за прошлый год превысили 5 миллиардов рублей. Эти средства компания направила на мероприятие по увеличению полезного использования попутного нефтяного газа, развития энергосберегающих технологий, а также на восстановление лесов и водных биоресурсов. Все подробности в следующем сюжете. Бережное отношение к природе – один из главных приоритетов РН «Юганскнефтегаз». Сотрудники компании подтверждают это не только словом, но и делом. Чтобы минимизировать влияние производства на окружающую среду, нефтяники с особой тщательностью следят за состоянием существующего фонда трубопроводов. Своевременно проводят диагностику и ремонт. Это позволило вдвое сократить количество аварий за последние 5 лет. Сегодня на постоянном контроле экологической службы находится больше 13 тысяч километров стальных магистралей. Используются самые последние технологии, которые имеются. Это последние технологии телеметрии, которые позволяют выявлять отказы на трубопроводах. И непосредственно в режиме реального времени это все показывает нам, что есть какие-то инциденты. Компания активно использует и авиационный мониторинг, чтобы контролировать выбросы парникового газа. В воздух поднимаются 17 беспилотных летательных аппаратов с лазерными сканерами и видеокамерами. Пять из них могут совершать полеты даже при силе ветра до 25 метров в секунду. Большое внимание Юганскнефтегаз уделяет работе по рекультивации земель и высадке новых деревьев, в том числе сибирского кедра. За последние 5 лет в Югре получили прописку больше 700 тысяч сеянцев. Также нефтяники восстанавливают популяцию ценных пород рыб. На это компания ежегодно тратит порядка полумиллиарда рублей. Только за прошлый год в реке Опертышского бассейна было выпущено больше 3 миллионов мальков сибирского осетра. Юганскнефтегаз планирует реализацию мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Это порядка 41 миллиона молоди-мальков. В их число входит порядка 3,8 миллионов сибирского осетра краснокнижного, молоди-чера, пеледи и муксуна. Зеленый курс выбранной компании позволяет поддерживать экологический баланс на территории региона и дает возможность будущим поколениям югорчан жить в здоровой окружающей среде. Нефтьюганские к запуску готовят новую фильтровальную станцию. Накануне на объект доставили первую партию отечественного оборудования из Томска. Это водомерные узлы и несколько комплектов модулей интенсивной аэрации и дегазации. Они позволят подготавливать воду, которая идет с водозабора к фильтрации. Напомню, станцию планируют ввести в эксплуатацию в феврале следующего года. На объекте уже выполнили больше 30% работ. Вскоре по плану здесь появится полсотни фильтровальных установок. Следующее оборудование будет идти уже в сентябре, в конце вполне возможно, но в начале октября. То есть оборудование будет сейчас постоянно подходить с тем, чтобы комплектовать. Потому что мы по плану в феврале месяце должны закончить работы. Ну и плюс еще 2-3 месяца. Это у нас пусконаладка, отлаживание технологических процессов. Жители Патияха приняли участие в экстремальной велоэстафете. Соревнования приурочили ко Всероссийскому дню трезвости. На трассу вышли 75 человек. Это любители активного образа жизни, а 12 лет и старше. Сначала экстремалам нужно было проехать на байке 6 километров по грунтовой дороге. После сдать нормативы ГТО. Еще одним этапом стала канатная дорога. Здесь участники могли почувствовать себя альпинистами. А на станции стрельбища оценить меткость. Кроме того, отмечу, все испытания выполнялись на время. Такое мероприятие, оно подталкивает людей, правда, заниматься будущим спортом. Очень много препятствий, что делает, так скажем, не только нас быстрыми, но и ловкими, спортивными, активными и подвижными. К этому часу это все новости от моих коллег. В студии был Илья Рейшев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok